В рамках конференции «Актуальные проблемы устойчивого развития и обеспечения безопасности в Арктике», приуроченной к проведению четвертой международной встречи высоких представителей государств и членов Арктического совета, которая пройдет на Риммаре с 5 по 8 августа, состоится показ фильма «Белый ягель». Эта картина была удостоена приза зрительских симпатий на 36-м Московском кинофестивале. Сценарий фильма «Белый ягель» написан по произведениям талантливой ненецкой писательницы, заслуженно названной классиком современной российской литературы Анны Неркаги, чья судьба и творчество неразрывно связаны с судьбой ненецкого народа. Напомню, трейлер фильма «Белый ягель» был представлен в Заполярной столице на первом фестивале фильмов о коренных народах мира Аргиш. Главный посыл ленты — показать этническую культуру, традиции и самобытность северного народа. Действие фильма разворачивается в Ямальской тундре. Это позволило авторам выстроить уникальный самобытный изобразительный ряд киноленты. Главных персонажей играют профессиональные актеры. Роли второго плана отданы настоящим оленеводам. «Белый ягель» — уникальный проект. Практически все сцены сняты на ненецком языке. Актерский состав интернациональный — из Якутии, Алтая и Бурятии. Сцены на ненецком, по общему мнению, самые сложные. Авторы фильма отказались от оборудованных площадок Мосфильма и осуществили съемки прямо посреди тундры, на Ямале в 40-градусный мороз. Кинолента будет показана в культурно-деловом центре Арктика. И, конечно, принято было решение продюсеров проводить съемки на Мосфильме. Где-нибудь в окрестностях, по хорошей погоде, в Подмосковье. Но когда наша экспедиция во главе с режиссером Тумаевым, художником-постановщиком, оператором, съездили на разведку на Ямал, в Ярсере, конечно, они просто заболели этим проектом и сказали, ну какое Подмосковье, какой Мосфильм, вы что? Это же совершенно другой мир. Это надо видеть.